Приветствуем всех, кто находится сейчас у экрана в студии Ольга Костина с итоговым выпуском новостей. О главных событиях уходящей недели прямо сейчас. Традиционный зимний конкурс «Новогодние настроения» подошел к концу. Лучшее оформление фасадов, территорий и внутренних помещений предприятий, учреждений и организаций «Электрогорска» определили 22 декабря. Заместитель главы администрации Наталья Алексеева и представители администрации побывали на всех городских объектах, участвующих в конкурсе. Заместитель главы Наталья Алексеева совместно с членами жюри осмотрели объекты, которые участвуют в традиционном конкурсе «Новогоднее настроение». Они оценили праздничный наряд входных групп, прилегающих территорий, декор помещений. В конкурсе приняли участие предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, учреждения города. В работах конкурсантов оценивали эстетику оформления, соответствие тематики и оригинальность исполнения. Везде выдержано в одном стиле, да, и даже само украшение. Там преобладает белый и красный. Да, здесь у нас розовый и фиолетовый. И там уже красный. Городские учреждения проявили необыкновенную выдумку и фантазию. Красивые елки, празднично украшенные кабинеты, рождественские инсталляции, праздничные фотозоны, переливающиеся эффектные иллюминации входных групп. Украшали пару дней, старались сделать все очень красиво. И у нас все работает через систему «Умный дом». То есть это все управляется с телефоном. Современно, красиво. Дворики, кабинеты, группы, залы, вестибюли, лестницы стали ярким отражением предстоящих праздников. Везде нарядно украшенные елки, сказочные мультикомплекционные персонажи на окнах, снежные фигуры, целые новогодние композиции, выполненные с применением разнообразных техник, трудолюбимыми руками педагогов, сотрудников, детей и родителей. Лучшими в оформлении внутреннего и внешнего убранства зданий и территорий к Новому году и Рождеству стали в номинации «С Новым годом» «Детская школа искусств» и «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в номинации «Новогоднее настроение», «Тандур кофе» и «Детский сад «Ромашка». Конкурс позволил не только поддержать новогодние традиции, создать яркий облик городу, но и добавил праздничного настроения горожанам. Приближаются новогодние праздники, и волонтеры стараются сделать все, что в их силах, чтобы помочь военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой. В пункты сбора гуманитарной помощи жители приносят пакеты с продуктами, лекарствами, средствами личной гигиены, письмами и рисунками. Свой вклад в общее дело вносят и взрослые, и дети. Мы находимся в пункте сбора гуманитарной помощи в Доме молодежи. Перед нами много коробок, наполненные самым необходимым – продуктами питания, лекарствами, вещами. В ближайшее время все это отправится к нашим бойцам. Коробками с гуманитарной помощью заставлен практически весь актовый зал Дома молодежи. Под руководством Алены и Егора Черналовых готовится очередная на этот раз предновогодняя отправка гуманитарного груза на передовую. Уже в пятницу самое необходимое отправят нашим ребятам, участвующим в специальной военной операции. Благодаря инициативе неравнодушных жителей города собраны теплые вещи, снаряжение, нужное оборудование, медицина, лекарства, личные посылки, а также сладкие новогодние подарки для наших защитников. В эти дни вдали от дома и родных им, конечно, тоже хочется праздника, насколько это возможно на фронте. Дорогой солдат, меня зовут Ася, это тебе подарок. Ась, привет! Посылку твою получил. Спасибо тебе огромное за такой приятный подарок. В России большой девочкой, умной, прекрасной, лучшейся родителем и всегда будет иметь добрый человек. Подарок мы тебе с ребятами тоже отправим. Вместе со сладостями дети и взрослые передают новогодние поздравления, игрушки-талисманы, рисунки и добрые послания, в которых желают солдатам справиться со всеми трудностями, выстоять и вернуться домой с победой. Субтитры создавал DimaTorzok А рукодельницы города вяжут и передают носки, вкладывая в них записки и иконки с молитвами. С защитником России. Мальчики, вы герои и войны. Вы стоите за правду, сил вам. А мы постоянно думаем о вас. Не забываем сыновей, мужей, друзей. Молимся за всех. Впереди победа. С уважением и низким поклоном из города Ногинска, Московской области, Татьяна Германовна. Для достижения общего дела не остаются в стороне и предприниматели, городские организации и предприятия. Важные и сложные задачи выполняют люди, которые доставляют этот груз до адресатов. И такая помощь неоценима. Боевой настрой ребят очень хороший. Духом не падают. Достойно защищают нашу родину. Весточку из дома им очень приятно получить. Их всегда переполняет эмоции. Дело не только в гуманитарном грузе, который важен, безусловно. Дело еще в том, что когда к ним приезжает кусочек родины, они даже трогают фургон с табличкой «Электрогорск». То есть обнимаемся между собой, знаем друг друга, не знаем, знаем в лицо многих. То есть эмоции просто в этот момент переполняют. То есть важно не только гуманитарка, но и вот этот кусочек родины, вот эти письма, которые детишки передают, подарки. Все это очень наталкивает на такие очень серьезные эмоции. И ребятам очень нравится это. Мы были без связи в ЛНР. Ехали на точку встречи, где мы договаривались встречаться в 12 часов дня. И где-то не доезжая 20 километров, они выехали раньше. Нас встали на бронетехнике в лесу. И когда мы мимо проносили своим конвоем, они стали махать. И мы их узнали, развернулись. И это оказалось наши ребята просто посреди леса, где мы были без связи. И им удалось встретить нас даже раньше. То есть и вот увидеться. Бойцы с передовой очень благодарны за поддержку и теплоту сердец, сплотившихся ради общего дела горожан. Такой привет с родины поднимают боевой дух военнослужащих и придают веру в скорую победу и завершение специальной военной операции. Хочется сказать то, что с окончанием года наша помощь, она не будет закончена. Наша помощь будет закончена только тогда, когда мы добьемся победы. И поэтому в этом году это просто будет финальная поездка как таковая. А после Нового года уже будем планировать следующие направления, следующие подразделения и соответственно следующие поездки. Просто хочется поблагодарить всех неравнодушных людей. Обычных людей, работяг грубо говоря, пенсионеров, подростков, жен, матерей. Всех-всех-всех абсолютно. Все предприятия, которые вышли с нами на контакт, которые оказывают поддержку, материальную поддержку, поддержку, то есть какими-то производственными мощностями своими, своей продукцией. Индивидуальных предпринимателей, депутатов, представителей администрации. Это однозначно администрация нашего города Электрогорска. Это однозначно администрация Павловского посада, потому что мы работаем, мы возим все это вместе, все вместе собираем. И всем нам хочется верить, что 2023 год он станет в принципе для всех нас победным. То, что в 2023 году мы наконец прекратим возить ребятам гуманитарку, только потому, что однажды мы приедем и нам скажут два варианта. Либо нам скажут, что все, ребята, это больше не нужно, все, ребята, победа, все по домам. Или же нам скажут, что вы привезли столько гуманитарки, что у нас забиты все склады, и гуманитарка нам больше не нужна, езжайте домой. Вот только в этом случае мы в принципе прекратим помогать. А пока помощь продолжается, помощь продолжается от нас, помощь продолжается от вас. Все будет хорошо, и мы увидим. В канун Нового года автомобиль, нагруженный посылками и подарками, отправится из Электрогорска на фронт в Сватовском направлении. И у наших защитников тоже будет праздник. 22 декабря личный прием жителей провел глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев. Встреча прошла в общественной приемной администрации. Подробности в следующем сюжете. Личный прием жителей прошел 22 декабря в общественной приемной администрации. В мероприятии приняли участие глава города Сергей Дорофеев, заместители главы администрации, представители и руководители структурных подразделений. Вопросы электрогорцев касались здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы, земельно-имущественных отношений. Также обсудили проблемы, связанные с работой общественного транспорта и детскими зимними развлечениями в городе. Растения во дворе, как от нашего ТСЖ, а на зиму корни выкапываются и складываются в подвал. Сейчас нам сказали их убрать, куда их можно убрать. Она определила это место складирования, вот туда складывали. Вот она теперь сказала убирать и все выбрасывайте на мусорку. Почему на мусорку? Нет, сейчас она может определить в другом месте. Она в другом случае должна определить место хранения инвентаря, запасных частей, трубопроводов, задвижек, которые у нее должны быть на период эксплуатации осенне-зимнего периода. Всем обратившимся уделили внимание и оказали соответствующую помощь. Каждый заявитель получил консультацию и возможный вариант решения проблемы. Сегодня провели, скажем так, последний личный прием в этом году, предновогодний. Ну и вопросы жителей, конечно, касались, наверное, все-таки проведения праздников январских, в том числе и обустройства горок. Также были подняты темы и наведения порядка в подъездах. Ну, немного сегодня было людей, но самое главное, что у нас все получили исчерпывающие ответы и будем в дальнейшем их решать. Я думаю, все эти проблемы закроем уже в этом году. Представители администрации еженедельно навещают родных и близких электрогорских мобилизованных, уточняя, что им необходимо и оказывая соответствующую помощь. Очередная встреча с семьей прошла в минувший четверг. Семьи бойцов, которые отстаивают интересы нашей страны, сегодня как никогда нуждаются в поддержке, как моральной, так и в бытовой или юридической. И в этом им старается помочь администрация. 22 декабря глава города Сергей Дорофеев, его заместитель Наталья Алексеева и председатель городского совета депутатов Александр Оловиев посетили семью мобилизованного электрогорца, выполняющего свой гражданский долг перед страной. За чашкой чая присутствующие поговорили с женой военнослужащего, который после переподготовки отправился в зону специальной военной операции. В тёплой обстановке было что обсудить. Дети, школа, социальная поддержка, отсрочка от кредитов, коммунальные проблемы и многое другое. У вас какие-то проблемы по коммуналкам, по свету, по газу, по теплу? По теплу у нас постоянно, отопление такое у меня не очень. Гости передали женщине цветы и подарки, а также пригласили на детское новогоднее представление. Которое пройдёт в Доме культуры. Несмотря на сильные переживания, женщина с пониманием относится к происходящим событиям. Она гордится мужем и с нетерпением ждёт его возвращения. В прошедшие выходные активисты «Единой России» запустили серию предновогодних мастер-классов для детей «Мастерская Деда Мороза». В Доме культуры юные электрогорцы своими руками создавали новогодние украшения и подарки. Подробности в нашем следующем сюжете. Занимательные мастер-классы для детей «Мастерская Деда Мороза», организованные местным отделением партии «Единая Россия», прошли в Доме культуры. Под руководством педагогов Центра дополнительного образования истоки и Дома культуры Светланы Рыбкиной и Татьяны Крыловой, дети осваивали роспись по дереву и валяние из шерсти. Детям очень нравится. Вот мы сегодня собрались гномиков валять из шерсти вот таких, но они маленьких валяют, вот таких маленьких. Это очень полезно для детей, для моторики, для ума, для всего. Фантазии у детей очень много появляется. На подарки дарят. Девочки делали даже сережки, да? Соня делала сережки, брошки дарят родственникам. Картины мы делаем. В общем, мы очень много. У нас каждый раз разные игрушки. Каждый раз. То есть ребенок уходит уже с игрушкой. Даже первый, который первый раз приходит, он совершенно обладает этим мастерством. Ребята с удовольствием делали ярких и веселых гномов, техники сухого валяния. А любители рисования увлекла роспись по дереву новогодняя игрушка. Готовые поделки потом станут замечательным подарком к празднику или украшением на елку. Мне нравится. Получаются очень красивые работы. Их можно кому-нибудь подарить. У меня получились уже две кошки. Они очень похожи на настоящих. Я люблю вонять, особенно дома. Я один раз валял огромный апельсин полный. Каждый ребенок по завершению мастер-класса получил сертификат помощник Деда Мороза, открытку и памятный значок с медведем. Оценили работу ребят и сами партийцы. Председатель городского совета депутатов Александр Оловеев посетил мастерскую, пообщался с педагогами и родителями. На протяжении последних нескольких лет партия «Единая Россия» участвует в новогодних мероприятиях. И вот в этом году все наши мероприятия партийные дополнились еще одним, на мой взгляд, очень интересным мероприятием, которое называется «Мастерская Деда Мороза». Во всех городах Московской области проходит эта интересная акция. То есть вот мы сегодня находимся здесь, в этом месте, где у нас дети делают для себя игрушки. То есть своими руками. То есть игрушка потом может быть на елке новогодней. Я думаю, что, наверное, для многих детишек это очень интересное мероприятие. Почему? Потому что игрушку можно купить, игрушку можно получить, но когда ты игрушку сделал своими руками, это, наверное, намного интереснее, когда она будет висеть на твоей новогодней елке. То есть это какой-то очень, наверное, тонкий, очень нужный и памятный момент для каждого ребенка. Потому что все мы были детьми, все мы помним наши новогодние игрушки. Это всегда было интересно, всегда было так захватывающе. Поэтому я думаю, что, наверное, вот эта новогодняя акция, она, конечно, нужна. Нужна именно нашим детям, чтобы они чувствовали какую-то теплоту, внимание, заботу старших. Поэтому сегодня наши дети сделают для себя игрушки, повесят их на елку. Также у нас для всех, кто сегодня здесь, ну и не только, у нас мероприятие проходит несколько дней, то есть в эти выходные, в следующие выходные. То есть каждый участник получит сертификат и значок помощника Деда Мороза. Наверное, для ребенка это такой вот очень хороший игровой момент, который будет памятным и интересным. Напомним, следующие мастер-классы пройдут в общественной приемной партии «Единая Россия» 24 и 25 декабря по адресу Советская площадь, 2. Инициатор предновогоднего проекта – Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия». «Единая Россия» на этой неделе проведет новые мастер-классы. На этот раз занятия пройдут в общественной приемной партии 24 и 25 декабря. Начало в 11 часов. Приснится ж такое, у меня же все оплачено. Никто меня не отключит. Узнать о своей задолженности можно по телефону 3-24-43. Оплатить по адресу Ухтомского, 9, пристройка. Плавание формирует характер, укрепляет самодисциплину, выдержку и способствует гармоничному развитию. Но зрители видят только секундные выступления пловцов в бассейне. О том, каких усилий это стоит и сколько приходится работать на тренировках, задумываются лишь немногие. Традиционный новогодний турнир электрогорской спортшколы «Вымпел» прошел в субботу «Фок-лидер». Юные спортсмены из городов Подмосковья показали свое рвение к победе. Кто же стал победителем, прямо сейчас смотрите в нашем сюжете. 17 декабря в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» состоялся традиционный новогодний турнир спортивной школы «Вымпел» по плаванию. На водной глади за победу боролись порядка 70 юных участников команд из Электрогорска, Ногинска и Павловского посада. Сегодня у нас прошел традиционный новогодний турнир по плаванию школы «Вымпел». Принимали участие мальчики и девочки с 16-го года и старше, вплоть до 16-го года. Плыли четыре стиля – вольный стиль, кроль на спине, бутерфляй и брас. Также были проведены эстафеты. Города, которые принимали участие – это у нас Полпасат, Электросталь, Ногинск и, соответственно, Электрогорск. В результате кто победит? Ну, всегда побеждает дружба. В эстафете победила команда «Электрогорск-1», второе место заняла команда «Полпасада», третье заняла команда «Ногинска». Спортсмены демонстрировали умение владеть разными техниками плавания на скорость. Кто-то занимается уже несколько лет, а кто-то всего несколько месяцев. И, несмотря на это, ребята показали отличные результаты. Пловцы поделились своими впечатлениями после заплыва. Сначала очень сильное волнение, потом, когда свистнули, когда все уже начали заходить в воду, сразу волнение, и настрой появился. А когда уже доплыл до конца, уже ты уверен в себе. Как ты оцениваешь свое выступление? Десять из десяти. Девять из десяти, потому что я немножечко в конце запнулась. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже занимаешься плавать? Третий год. Мне очень понравилось. Это сначала было волнительно, потом, когда начинаешь плавать, чувствуешь в себе уверенность. Сколько лет ты уже занимаешься? Три месяца. Только начала, и как тебе? Есть результаты? Мне очень нравится, и мне кажется, что хотя бы на третий разряд я сдам. Будешь дальше продолжать заниматься. И почему ты выбрала именно плавание? Мне хотелось подровнять свою осанку. Очень подвижный вид спорта. Ну и вообще он мне очень сильно нравится. Я занимаюсь плаванием уже второй год. Мне нравится, потому что, ну, тут можно познакомиться с кем-то, с над другими. Ну, подвижный тоже вид спорта. Ну, игры интересные также есть водные. Какой вид, стиль плавания твой самый любимый? Я сегодня плыла кроль и на спине. Сегодня как выступил? Ну, мне кажется, что не очень просто. Я там в конце немного, то есть, забылась, как разворачивать. Я выступила хорошо. Я, конечно, немного волновалась, но все равно мне очень нравится заниматься плаванием. Выступила я хорошо, без всяких волнений. Когда я нашла в воду, я перестала волноваться, потому что я в себе почувствовала храбрость, что я смогу, и я проплыла. Сколько ты уже занимаешься? Третий год. Мне очень нравится ходить на плавание. В этот день наши спортсмены стали победителями и призерами в своих возрастных категориях. Всех, кто взошел на пьедестал, наградили кубками, медалями и грамотами. На первую ступень с золотой медалью поднялись Владислав Никитин, Владимир Конов, Леонид Лощинин, Тимур Саранцев, Анастасия Передельская и Вероника Сирмова. Серебро завоевали Бехрус Мухамедов, Егор Тимофеев, Женебек Ходобердиев, Екатерина Гусева, Анастасия Передельская, Маргарита Делимарская, Софья Зуева и Виктория Панферова. Бронзовые медали получили Владислав Никитин, Артем Максимов, Иван Максимов, Полина Веклич, Эльвира Дельмарская, Ксения Кириенко и Софья Зуева. Поздравляем ребят и тренеров Елену Фролова, Егора Максимова и Елену Нешину с победой! В минувшие выходные электрогорское отделение Всероссийской организации ветеранов боевого братства отметило 25-летие. В честь этой даты представители организации, которых связала общая военная судьба, боевое прошлое, встретились, чтобы вспомнить и отметить участников различных войн и локальных конфликтов. Торжества по поводу 25-летия Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства началось с памятного митинга, который прошел в сквере у памятника военнослужащим. Погибшим в локальных вооруженных конфликтах. Отдать дань уважения электрогорцам, участвовавших в боевых действиях, собрались представители организации, союзы афганцев, члены казачьего общества, городского совета депутатов, школьники, жители. Присутствующие возложили цветы к мемориалу почти впавших воинов минутой молчания. Далее в Малом зале Дома культуры состоялся праздничный концерт. ПЕСНЯ 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 С напутственными словами к гостям обратился председатель электрогорского отделения организации Александр Березин. Он поздравил собравшихся с юбилеем, вручив самым активным участникам памятные медали и грамоту от председателя Всероссийской организации Бориса Громова. В рейтинге эффективности работы местных отделений «Электрогор» занимает 18 место из 57 организаций. Пекушин Олег Владимирович Электрогорское отделение организации «Боевое братство» оказывает большой вклад по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской области, подразделениям российской армии, участвующим в специальной военной операции. И очень важно отметить всех тех, кто не оставляет наших военнослужащих и продолжает и дальше оказывать помощь. Мне нравится, как до молодежи справляются с этими задачами. Горохов, Николай, вот сегодня мы знаем, что они с Романом Игоревичем дороги как раз занимают. Вот, наверное, с таких людей надо брать пример, как правильно, как идейно подходить к этим задачам. Также в своей речи слова благодарности выражают участники организации, отмечая самых активных и преданных своему делу. Забыли упомянуть одного человека, это Роман Игоревич Никунов, который большой вклад внес в развитие. И поддержку общества, боевого братства. Вклад, конечно, огромный был за весь период развития этого общества. Большое спасибо ему. И прошу отлодисменты поддержать. Концерт прошел в теплой душевной атмосфере. Сегодня 25 лет Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства. Вот, мы сначала это мероприятие провели на митинге возле нашего камня. Мы никогда не забываем тех ребят, которые умерли и погибли на войне. Поэтому всегда начинается наше мероприятие именно с отображением цветов у камня. Что они всегда с нами, мы никогда наших ребят не забываем. Сегодня был небольшой праздничный концерт, посвященный 25-летию Всероссийской общественной организации боевого братства, где присутствовали ребята, которые прошли Афганистан, Чечню. Многие ребята, которые в нашей организации находятся, сейчас боюют на Украине. Я им желаю вернуться с победой и в здравии. Выступления сольных исполнителей Андрея Лебедева и Александра Вьюнова не оставили равнодушными гостей праздника. Премьера на нашем канале. Телепроект, в котором мы расскажем о забытых событиях и людях, чьи имена связаны с историей Электрогорска. Вашему вниманию первый выпуск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаменательно, что со 110-летним городским юбилеем совпал и 100-летний юбилей главных культурных учреждений Электрогорска, Дома культуры и городской библиотеки. Сейчас мы находимся на площади Советской у здания почты. Сто лет назад она именовалась Комитетская. И здесь 7 ноября 1922 года появилось первое культурное учреждение города – рабочий клуб. Поздравление по случаю его открытия прислал сам создатель Советского государства Владимир Ильич Ленин. В своей телеграмме Ильич особо обозначил цель таких культурных учреждений – просвещение рабочих. Для этого в рабочем клубе была организована настоящая с читальным залом и большим книжным фондом библиотека. Первой заведующей этой библиотекой стала большевичка тетя Поля Кулагина. Именно об этом человеке и будет наш сегодняшний рассказ. Весьма недолгой, всего лишь чуть более вековой истории нашего города, тетя Поля – единственный человек, чье имя сохранилось в вот таком домашнем виде. Такие домашние имена можно обнаружить лишь в газетах 20-х годов, когда речь шла об особо уважаемых личностях из числа участников революционного движения – опытных и авторитетных. Впервые о тете Поле Кулагиной мы узнаем в самом первом мемуарном источнике о нашем городе – в воспоминаниях замечательной Алисы Ивановны Радченко, супруги Ивана Ивановича Радченко, первостроителя нашего города. Тетю Полю Алиса Ивановна пригласила учить дочерей рабочих и служащих станции – рукоделию, шитьем. В последний раз о ней вспомнили вызданные в 2012 году в 100-летний юбилей книги «Электрогорск. История в деталях». И все. Конечно, такой информации крайне мало, но кто ищет, тот всегда найдет. И сегодня мы расскажем вам, кто же такая тетя Поля Кулагина. А лучше будем называть ее полным именем – Полина Маркиановна Кулагина-Чайченко. Розыск информации о Полине Маркиановне, как старой большевичке, привел нас во Всесоюзное общество старых большевиков. В этой общественной организации состояли только те члены Коммунистической партии, кто вступил в нее до Октябрьской революции 1917 года. Полина Маркиановна состояла в партии с 1898 года. И номер ее членского билета был 881. То есть она входила в первую тысячу большевиков, кто дожил до 30-х годов – периода начала строительства в нашей стране светлого будущего, на борьбу за которое она и ее соратники положили свои лучшие годы жизни, а многие – и саму жизнь. Документы партийного архива рассказали нам о Полине Маркиановне. Родилась она в Одессе в 1877 году в семье капитана Парохода. У Полины было еще двое братьев – Михаил и Павел. Вскоре семья переехала в Ростов-на-Дону. В анкетах Полина писала, что образование у нее низшее, домашнее. В 13 лет ей пришлось уже начать трудиться. Пять лет она работала на табачной фабрике Осмолова пачечницей. Укладывала папиросы в пачке. 12-часовой рабочий день в табачной пыли. В 16 лет ей удалось вырваться с тяжелого и опасного для здоровья производства и стать ученицей в модной мастерской. Казалось, что жизнь Полины так и пройдет за пошивом одежды для богатых дам. Но знакомства с подпольщиками-большевиками, идеи марксизма навсегда изменили ее жизнь, сделав профессиональной революционеркой. И вот первый арест в конце 19 века. Свобода и снова арест за революционную деятельность. В перерывах между арестами Полине удавалось работать только домашней портнихой. Модные мастерские отказывались связываться с революционеркой. В 1902 году Ростов-на-Дону потрясла мощная стачка рабочих большинства заводов. На их подавление царское правительство направляет своих самых верных охранителей казаков. Льется кровь, сотни людей арестованы. Многим из активных участников приходится переходить на нелегальное положение или уехать из России. Среди таких активистов и Полина Чайченко. Ее путь лежит в Швейцарию, в Женеву, в типографию ленинской искры. Там Полина знакомится и с большой группой большевиков, задействованных в издании транспортировки искры в Россию и с самим Лениным и Крупской. В архиве сохранились письма, где вождь мирового пролетариата интересуется Полиной. Это один из ее партийных псевдонимов. С 1902 по 1904 год Полина Чайченко живет и работает в Женеве. Но вот задание партии – срочно выезжать в Санкт-Петербург для организации нелегальной типографии. Недолгая работа на нелегальном положении и снова арест. Задержанная в ночь на 10 ноября на квартире потомственного почетного гражданина Павла Доброхотова, где была обнаружена тайная типография, неизвестная женщина, отказавшаяся дать объяснение с личности своей, всего числа при допросе в Санкт-Петербургском губернском жандарском управлении, назвала себя Пелагеей Маркиановной Чайченко и заявила, что она привлекалась при Ростовском-на-Дону жандарском управлении. Но отдача показаний по существу обвинения отказалась. Мотивируя свой отказ тем соображением, что, по ее мнению, все, что считается в России, при существующем государственном строе, законным, в действительности представляется незаконным и наоборот. Как видно из циркуляра Департамента полиции от 1 января 1904 года, за номером 1, мещанка Пелагея Маркиановна Чайченко, именуемая себя также Ольгой Васильевной, разыскивается по сообщению Донского областного жандармского управления. Свободу дарует царский манифест 1905 года. Но партия ставит очередную задачу – организовать работу-типографию «Новая жизнь». 1907 год Полина снова арестована и заключена в кресты. За последнее время, как Департаменту полиции уже известно, в случае отказов заключенных под стражей не только ехать в обверенное им управление для допросов, давать показания и позволять снимать с себя фотографические карточки, и даже выходить из камеры для допросов, пребывающих в места заключения офицерам, все более и более учащаются и, наконец, приняли вид стачки, во главе которой по своему упорству, дерзости и влиянию на других политических арестантов стоят содержащиеся в доме предварительного заключения Пелагея Чайченко и Анна Дроздова, сообщая об изложенном «Прошу распоряжение Департамента полиции, не признается ли возможным перевести упомянутых Чайченко и Дроздова для дальнейшего содержания в Санкт-Петербургскую крепость?» «Уведомляю ваше превосходительство, что сего числа по распоряжению Департамента полиции доставлено в крепость и заключена в отдельную камеру здания Трубецкого бастиона, арестованной по обвинению в государственном преступлении Пелагея Чайченко, о чем вместе с СИМ все подданнейшие донесено государю-императору». За акцию неповиновения тюремной власти ее переводят до суда в самую главную тюрьму Российской империи – Петропавловскую крепость. Приговор суда – три года ссылки в Тобольской губернии. Она едет в ссылку вместе со своим гражданским мужем Сергеем Алексеевичем Кулагиным, также профессиональным революционером. Но и в ссылке дерзкий характер Полины дает о себе знать. «Из донесения начальника Тобольского губернского жандармского управления от 15 мая 1910 года за номером 1727 усматривает, что 17-18 апреля сего года в селе Уват Уватской волости Тобольского уезда была устроена проживающим там административно-стильными манифестацией с пением революционных песен, выкидыванием красных флагов по случаю смерти в деревне Островное, Уватской волости административно-стильного Ивана Веделка. Выше названной похоронной манифестацией принимало участие в числе прочих 34 человек и являлось в числе других четырех административно-стильных инициатор и главный устроитель манифестации Пелагея Чаченко. 3 сего мая командированный в село Уватское помощник Тобольского уездного исправника, произведя в названном селе обыск арестовал Чаченко, у которой было обнаружено и отобрано два сшитых ей красных флага с революционными надписями, три фотографических карточки административных сцильных, снятых у гроба и три книжки «Анархисты и анарх в России». В защиту партии и Ирфутская программа Чаченко была перепровождена в город Тобольской и заключена под стражу в тюремном замке. Никем не означенных сцильных сопротивления при обыске и аресте оказано не было. По-настоящему делу помощника исправника произведено дознание, и все участники похоронной демонстрации будут подвергнуты административному взысканию согласно обязательному постановлению Тобольского губернатора. В 1915 году Полина, Сергей и маленький Тарас уже на электропередаче. Сергей Кулагин становится мастером на автостанции, а Полина ведет нелегальную большевистскую агитацию в бараках. После революции она активно работает во всех появившихся структурах, занимающихся просвещением рабочих, борьбой с неграмотностью, заведует первичными барачными библиотеками. А с открытием в 1922 году рабочего клуба стала заведовать его библиотекой. И вот мы переходим к самой интересной части нашего сюжета. В 1925 году советское правительство посчитало необходимым создание в каждом населенном пункте прообраз сегодняшнего муниципального управления. Передать властные полномочия предполагалось городским и поселковым советом народных депутатов. В компетенцию таких советов, возглавляемых председателем городского или поселкового совета и его президиума, вошли вопросы коммунального хозяйства, финансовые бюджетные вопросы, народное образование и здравоохранение, кооперативно-торговые и жилищные вопросы. В Богородском уезде Московской области первый поселковый совет появился в пристанционном поселке Пригэсэлектропередача, а председателем была избрана Полина Маркиановна Кулагина-Чаиченко как наиболее авторитетная из предложенных многочисленных депутатов. К слову сказать, к этому времени Полина Маркиановна была самым старым по стажу пребывания в партии большевиком во всем Богородском уезде. Предстояла совершенно новая работа – устраивать нормальную жизнь в целом поселке. Из тех немногих сведений, что удается отыскать в архивах и в старой прессе, можно смело сказать – при Полине Маркиановне удалось сделать немало. Вот только несколько фактов. В 1926 году строятся поселковые ясли, бурно развивается торговая сеть магазинов с разнообразной продукцией. Школа имени Третьего интернационала переходит из введения электростанции в ведении постсовета. В больнице появляется хирургический инфекционный стационар, отдельный пищеблок. В клубе постоянно читались лекции о здоровом образе жизни и профилактике различных заболеваний. Была построена спортивная площадка – дедушка нашего сегодняшнего стадиона. Особое внимание уделялось жилищному вопросу, как к хронической проблеме электропередачи. Поселковый совет инициативно участвовал в решении проблем населения, так что смело можно сказать, что Полина Маркиановна была первым гражданским руководителем рабочего поселка электропередача, то есть, современными словами, мэром. Но, пожалуй, главный итог работы поселкового совета депутатов под руководством Полины Маркиановны имеет конкретную дату – 24 мая 1928 года. В этот день Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета принял решение об отнесении поселка при ГЭС электропередача к категории рабочих поселков. Так, на карте СССР появилась административно-территориальная единица – рабочий поселок электропередача Богородского уезда Московской губернии. Через 18 лет он станет городом электрогорском. Эту должность она занимала с 1925 по 1929 год, когда по состоянию здоровья и в связи со смертью супруга Сергея Кулагина учебой сына в Москве решила переехать в столицу, воспользовавшись помощью Надежды Константиновны Крупской. По приезду в Москву в 1931 году стал заведующей партийной библиотекой в Доме политического просвещения Бауманского райкома ВКПБ. Сегодня на месте старинного особняка на Старой Басманной 20, где в 20-е и 30-е годы размещался райком, стоит большой красивый жилой дом, который был построен еще перед войной. Жила Полина Маркиановна со своим сыном на Тверском бульваре 24, в квартире 8, у своей племянницы Евдоксии Павловны Никитина Этингов. Для тех, кто знает и любит русскую и советскую литературу 10-30-х годов, это имя много о чем говорит. Никитинские чтения проходят до сих пор, а в то время упомянутая квартира представляла из себя главный литературный «Салон Москвы». Там собирались самые известные писатели и поэты Андрей Белый, Марина Цветаева, Михаил Булгаков и другие. К сожалению, и это здание на Тверском бульваре 24 пошло под снос еще до войны. Остался лишь один флигель. Зато сейчас на этом месте замечательный МХАТ имени Горького. В 1935 году Полина Маркиановна переехала жить в Подмосковье, где у станции Тарасовская всесоюзным обществом старых большевиков был построен дачный поселок. Сегодня это дорогой элитный поселок в черте города Мытища, в котором почти не осталось скромных домиков старых большевиков, проводивших свои последние годы среди своих, вспоминая былую, полную опасностей, революционную жизнь. В продолжении нашего рассказа о Полине Маркиановне, Кулагине и Чайченко мы окунемся в далекую от электрогорской жизни страницу советской истории. В 30-е годы прошлого века одним из направлений освоения человечеством неба стало дирижаблестроение. Советским правительством было принято решение о создании целой эскадры дирижаблей. Центром советского дирижаблестроения стал рабочий поселок с говорящим названием – Дирижаблестрой. Сегодня мы знаем этот город уже под другим названием. Долгопрудный. Крупнейшим из дирижаблей был СССР В-6. Впервые он поднялся в небо в ноябре 1934 года. 29 сентября 1937 года В-6 вылетел из уже Долгопрудного, а приземлился только 4 октября. Был поставлен мировой рекорд – 4800 километров дальности и 130 часов 27 минут в воздухе. В начале февраля 1938 года пришло сообщение, что в опасности находится арктическая научная экспедиция под руководством Ивана Дмитриевича Папанина. Льдина, на которой размещался лагерь полярников, раскололась и требуется срочная эвакуация. Команда самых опытных советских дирижаблистов во главе с командиром эскадры Николаем Гудованцевым обратилась лично к Осифу Виссарионовичу Сталину и Вячеславу Михайловичу Молотову с просьбой разрешить экипажу дирижаблей В-6 вылететь в Арктику для спасения Папанинской экспедиции. Такое разрешение было дано. Но сначала должен был пройти тренировочный полет Москва-Мурманск-Москва, а затем уже вылет к экспедиции. Вечером 5 февраля 1938 года дирижабль вылетел в сторону Мурманска. Командир экипажа вышел на связь с очередной радиограммой около 19 часов 6 февраля. Доложил о благополучном ходе полета. Тем временем погода в районе полета В-6 ухудшалась из-за снегопада с каждым часом. В 20 часов от местных жителей в районе станции Белое море, что в 19 километрах от города Кандалакша, поступили тревожные сообщения о неком сильном гуле и исчезновении дирижабля из видимости с земли. На рассвете 7 февраля одна из поисковых групп обнаружила место крушения СССР В-6. Из 19 членов экипажа погибло 13 человек. Газета «Правда» 8 февраля вышла с официальным сообщением о катастрофе дирижабля СССР В-6. Причина катастрофы. Дирижабль задел вершины горы вследствие недостаточной высоты полета и плохой видимости при безотказной работе материальной части во все время полета. 12 февраля 1938 года после прощания в колонном зале Дома Союзов траурная процессия из тысяч москвичей прошла по центру Москвы до Новодевичьего кладбища. Под интернационал и троекратный ружейный салют прах 13 дирижаблистов поместили в монастырскую стену. Здесь упокоились достойные люди, без которых невозможно представить историю нашего города. Роберт Эдуардович Классон, Александр Васильевич Винтер, Алиса Ивановна Радченко и другие, о которых мы еще расскажем в наших следующих сюжетах. Эта история напрямую связана с целью нашей передачи, ведь одним из погибших дирижаблистов был Тарас Сергеевич Кулагин, единственный сын тети Поли Кулагиной. Родился в 1911 году в Ростове-на-Дону, куда его родители вернулись после ссылки в Тобольской губернии, а с 4-летнего возраста он уже житель поселка при электропередаче. Закончил школу в поселке и работал в болотно-механических мастерских электростанции. Тарас закончил рабочий факультет Московского высшего технического училища, а затем и дирижаблестроительный факультет Московского авиационного института, став инженером-механиком дирижаблестроения. С 1935 года он числился в составе эскадры дирижаблей, как один из самых перспективных специалистов. С осени 1937 года Тарас Кулагин – первый помощник командира дирижабля СССР В-6. Полина Маркиановна Кулагина-Чайченко очень гордилась своим сыном, который избрал такую интересную профессию. Тарас же писал в анкетах о своей маме – профессиональная революционерка. Он и сам в 20 лет стал коммунистом. В документальном фильме о прощании с героическим экипажем СССР В-6, который вышел в свет в 1938 году и назывался «Родина не забудет их имена» есть всего несколько секунд, где, вполне вероятно, нам так кажется, очень бы этого хотелось, запечатлена Полина Маркиановна, стоящая в почетном карауле при прощании с экипажем дирижабля. Сердце старой революционерки не выдержало такого горя и 31 декабря 1938 года остановилась. По решению руководства аэрофлота и эскадры дирижаблей прах революционерки-большевички Полины Маркиановны Кулагиной-Чайченко был помещен в стену Новодевичьего монастыря, где захоронены все, кто связан с небом и авиацией, максимально близко к мемориалу погибшего экипажа СССР В-6 и ее единственного сына – нашего земляка. И вот мы снова в Электрогорске. Жила семья Кулагиных в домах третьей категории. Сегодня это несколько оставшихся домов на переулке Энгельса и Карла Маркса. В каком именно доме они жили, мы, наверное, никогда не узнаем. Сегодня мы рассказали вам историю Полины Маркиановны Кулагиной-Чайченко о трудном жизненном пути революционерке-большевичке, председателе первого постсовета в поселке Электропередача, первой заведующей городской библиотекой. И надеемся, что этот сюжет вернет в историю нашего города имя замечательной женщины. В следующей серии проекта смотрите О, познакомьтесь, Богомолов. Очень приятно. Присаживайтесь. Вы, вероятно, голодны? Нет, я поеду на вокзале. Богомолов – профессиональный революционер. У него тоже несколько фамилий – Щедрин, Бушуев, Капитонов. Он всегда вооружен, человек весьма опасный для властей. Московский комитет назначил товарища Богомолова начальником типографии, а также связным между вами и Центральным комитетом. У вас он будет на роли кладовщика. Никто в Москве из партийных работников, кроме нас, с товарищем Красиным, не должен вас знать. Да, это указание Владимира Ильича. У него было множество имен и партийных псевдонимов. Даже в наши дни ему придумывают новые имена – то Валерий Иванович, то Иван Карлович. Дерзкий и бесстрашный революционер-подпольщик. Боевик-участник Первой русской революции. Талантливый инженер и опытный управленец. По традиции его считают первым жителем наших мест. Но так ли это? Старший техник Богородской электростанции. Общество электрического освещения 1886 года. Валериан Иванович Богомолов. Он же – черт. Он же – маэстро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Водоотведение 9,98% Рост тарифа на электроснабжение составил 9,08% На газоснабжение 7,98% Обращение за ТКО, это твердокоммунальные отходы, рост составил 9% Взнос за капитальный ремонт, рост составил 16,67% Также плата за наем поднялась на 16,67% с 12 до 14 рублей Пропорционально взнос за капитальный ремонт Также в соответствии с решением правительства Российской Федерации Срок пересмотра размера платы за коммунальные услуги По всей стране это газ, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение, электроснабжение Не будут пересматриваться до 1 июля 2024 года То есть в настоящее время введен мораторий На поднятие тарифов за жилищно-коммунальные услуги В связи с тем, что это было произведено в декабре текущего года Также хотелось бы добавить, что не увеличилась плата за содержание жилого помещения Она осталась неизменной в соответствии с прежними тарифами Тариф данный не поднимался с 2018 года и в этом году тоже подниматься не будет Приснится ж такое У меня же все оплачено Никто меня не отключит Узнать о своей задолженности можно по телефону 324-43 Оплатить по адресу Ухтомского, 9, пристройка В городе уделяется большое внимание чистоте, комфорту и безопасности Первый заместитель главы администрации Александр Курочкин Вместе с представителями администрации городских служб провел еженедельный объезд Он был посвящен работе коммунальных и дорожных служб Которые продолжают устранять последствия сильных снегопадов 20 декабря первый заместитель администрации городского округа Александр Курочкин Проверил качество уборки снега на главных дорогах, улицах и внутридворовых территориях В ходе объезда проверяющие побывали в общественных местах и на пешеходных зонах Оценили работу дорожной техники и пообщались с жителями На улице Ухтомского, 11, прозвучали замечания в адрес ТСК Мусэнерго Где после ремонтных работ на дорогах образовались ямы Представителям организации поручено устранить недостатки И впоследствии восстановить благоустройство Там что-то ремонтировали? Да, мы здесь теплоотражим Прямо по этой, да? Да, вот здесь она проходит к этой камере и пошла туда, в сторону 17-го дома И детская садка Сегодня здесь подсыпку сделаем Да, яму надо засыпать Ну, потому что здесь, когда только засыпали, нормально было А машина начали есть и утрамбовали На улице Калинина представители администрации пообщались с жительницей Которая обратила внимание на плохо расчищенный тротуар И на образовавшиеся снежные навалы Женщина попросила убрать снег и освободить проход пешеходам Там, если, я не знаю, почищены, не почищены Потом опять перебегает дорогу А здесь вот, эту дорогу нет Сейчас вообще за кучами-то их и не видно детей Выбегают и... Ну, это в любом случае сейчас будем вывозить Администрация держит на контроле вопрос содержания городской территории Проводится мониторинг обращений граждан в социальных сетях Работает горячая линия главы Обрабатываются обращения на добродели Провели еженедельный объезд территории городского округа Электрогорск Провели работу дорожных служб Служб благоустройства По выявленным замечаниям даны соответствующие поручения Знаете ли вы, что из бересты можно делать не только различного рода поделки Но и использовать ее в качестве холста для картин В своем мастер-классе преподаватель кружка декоративного прикладного творчества Ольга Дрогольчук показала, как превратить бересту в красивую картину с пейзажем Участниками творческого мастер-класса стали представители активного долголетия Береста завораживают своей неповторимостью Фантазия так и рисует в голове все новые и новые сюжеты для картин Для участников активного долголетия провожу два раза в месяц мастер-классы Сегодня у нас мастер-класс Мы расписываем бересту Выбрали тему храм, зимний пейзаж Ольга Борисовна поделилась секретами мастерства Кора березы является уникальным природным материалом И одним из самых поэтических материалов народно-декоративно-прикладного искусства Береста не впитывает бумага в воду Поэтому нужно уметь намешивать нужную консистенцию краски Чтобы знать, какой краской рисовать Если мы расписываем красками Так как по бересте можно рисовать и простым карандашом Кто-то даже иодом рисует В общем, очень много разных техник Но мы сегодня хотим рисовать в красках Какое, примерно, количество времени уходит на создание одной картины? Ну, если рисовать спокойно обстановки дома То это может занять и годы Потому что иногда хочется сделать что-то интересное Вот, например, вот там белочку у меня Я ее сделала за один день А вот, например, другие какие-то работы Они у меня начаты, а закончить никак не получается Посетители кружка за одно занятие создали потрясающие картины Они расписывали свои пейзажи масляными, акриловыми красками и гуашью Наш коллектив небольшой Сугубо так Некоторые больше ходили И некоторые уже дома остались По силу возраста и болезней Но мы продолжаем некоторые Наш преподаватель, наш гуру Замечательный Она заботится, как о детях Видите, она говорит, дети А я к себе отношу это все Потому что мы хуже детей А вот чем именно вас привлекает роспись в Побересте? Ну, я никогда не занимался Это первый раз Первый раз тоже интересно все Все интересно в жизни И Побереста, и холст, и все прочее И дерево, чистые дерева Вот чем Попробовала, затянула Потому что здесь каждый раз разные Мы то акрилом, то гуашью, то акварелью рисуем, то кофе Я даже не знаю, мы уже столько много перепробовали всего И каждый раз все разно нам, Ольга Борисовна, преподносят темы Вот, нам очень интересно У нас и зимние есть эти самые пейзажи И белки, и елки И летние натюрморты И мы на природу выходили, рисовали Нам все очень нравится Поэтому мы идем с удовольствием сюда, да, как дети В чем сложность росписи по Побересте? Сложности? Ну, ни разу не пробовал, первый раз Первый раз, да, ни разу не пробовал Вот хочу попробовать, интересно Сначала тренировались вот на листе, на простом А теперь вот решили на Бересте Ольга Борисовна нас решил научить Особые текстуры дерева, натуральные оттенки Все это вызывает желание рассматривать каждую работу, затаив дыхание Чтобы приобщиться к прекрасному И получить представление о многообразии живописи Не обязательно ехать в другие города Насладиться художественным творчеством можно и в Электрогорске Очередная выставка картин открылась в Доме культуры Гости увидели работы художников Ольги и Александра Изофатовых 20 декабря в зале Дома культуры состоялось открытие художественной выставки Ольги и Александра Изофатовых Организатор Елена Пушкарева, преподаватель Дома культуры На торжественном открытии присутствовали Преседатель Совета депутатов Александр Олавиев Преподаватели и воспитанники кружков Дома культуры Любители искусства и, конечно, создатели творческих работ Ольга и Александр Изофатова С приветственными словами выступил председатель Совета депутатов Александр Олавиев Родной край, родные пейзажи Это всегда красиво, это всегда интересно Ну и нет, очень много разнообразных направлений Поэтому я думаю, что все уже походили, посмотрели, обратили внимание Кому-то что-то больше понравилось Каждый для себя сделал какой-то вывод Я посмотрел, очень понравился ряд произведений Прямо благодарен вам за пейзажи, связанные с Волгой Прямо красота, понравилось очень Спасибо огромное, я думаю, что это большое нужное дело Которое мы проводим Почему? Потому что все-таки вот наши дети Они должны расти на примерах хорошего На примерах родного края, родной земли Это правильно Поэтому я поздравляю всех с этим знаменательным событием Открытие вернисажа, открытие выставки Ну а вам, дорогие наши гости, творческих успехов На выставке были представлены разнообразные работы художников Посетители увидели красоту природы, величие христианских храмов Неповторимость и глубину ландшафтов Изящность красочных натюрмортов Картины художников – отражение многочисленных пленеров В которых они принимают участие Среди любимых жанров Ольги и Александра – пейзажи и натюрморты Спасибо вам за то, что вы пришли За то, что вы участвуете в таких мероприятиях Они очень нужны И я просто так, да, год Я участвовала, работающая в школе очень-очень давно Я знаю, что связь между родителями и учениками Детьми должна быть именно на таком уровне Тогда у нас будет лучше Александр и Ольга Изафатова – профессиональные художники Живут и занимаются творчеством в Покрове Владимирской области Они члены регионального отделения Союза художников России Участники выставок различного уровня в России и за рубежом Ольга Васильевна 20 лет возглавляла общественную организацию «Покровский художник» Работает преподавателем в художественной школе Александр Изафатов – один из инициаторов и основателей Левитановского движения в Покрове И создание картинной галереи Участник международного проекта «Русская Атлантида» Центра гуманитарных программ Санкт-Петербурга Мы живописи занимаемся, в принципе, всю жизнь Участвуем в планерах, выставках всероссийские Мы с супругой оба художники Она еще пропадает в художественной школе Но я творчеством занимаюсь, в поездках, в основном планеры У нее не так часто получается ездить Когда у нас выдается возможность вместе, тогда мы вместе работаем Здесь есть работа, которая написана вместе А есть просто групповые выезды по организации планеров В основном здесь есть итальянские работы Грузинские, это мы совместно еще Когда несколько лет назад ездили в Грузию Потом есть совместная «Русская Атлантида» Это организованная Центром гуманитарных программ города Санкт-Петербурга Мы с ними тесно работаем Участвуем, тесно сотрудничаем Последняя выставка у нас, вернее, последняя поездка Это Архангельск Здесь много работы Александр представлен Нам очень понравился там город, тоже понравился работать И на острова поездили То есть, конечно, впечатления от разных поездок, от разных городов Всегда они сопутствуют И приезжаем, садимся с вами, Альберт И у нас одна мастерская на двоих Работы художников впечатлили гостей творческого вечера Выставка, конечно, очень замечательная Природа вообще обалденная Глаз радует Вот прям хочется смотреть на эту выставку Какая вам работа больше всего понравилась? Мне вот эта вот понравилась Это Италия и Грузия Вообще вот там вот на Волге Церкви, где мне много понравилась картина Для себя я оставила Запечатлела Такие картины теплые Какие-то свои все родные Вот много храмов, да, природа обалденная На что обратил внимание? Мне все понравилось Ну, связано с Россией Все картины Уникальная коллекция картин, выставленная в Доме культуры Будет радовать любителей искусства весь январь Пятое очередное заседание Совета депутатов городского округа Электрогорск Состоялось в здании администрации В его работе приняли участие 12 народных избранников В повестке дня стояло 10 вопросов По каждому из которых депутаты приняли положительные решения Основными темами повестки дня стали вопросы о бюджете городского округа на 2023 год И плановый период 2024 и 2025 годов И о внесении изменений и дополнений в положение о бюджетном процессе Бюджет, как и ранее, сохранил свою социальную направленность Все муниципальные программы, которые легли в основу показателей Расходной части бюджета, ранее были заслушаны и одобрены На заседаниях постоянных профильных комиссий Совета депутатов Предлагается утвердить бюджет По доходной части бюджета в 2022 году В сумме 1,921,905,000 рублей В 2023 году 1,320,572,000 рублей В 2024 году 921,629,000 рублей Доходы бюджета изменены в следующих пропорциях Увеличены в 2022 году на сумму 12,881,000 рублей В 2023 году увеличены на 72,194,000 рублей И уменьшены в 2024 году на 213,000 рублей Объем налоговых и неналоговых поступлений уменьшен в 2022 году на сумму 4,896,000 рублей Объем безвозмездных поступлений увеличен в 2022 году на сумму 17,778,000 рублей В 2023 году увеличение на 72,194,000 рублей И уменьшение в 2024 году на 213,000 рублей Депутаты рассмотрели решения по вопросам имущественной сферы Один из них – внесение изменений в прогнозный план приватизации Муниципального имущества городского округа Об утверждении прогнозного плана приватизации Муниципального имущества на 2023 год Просим внести изменения в прогнозный план приватизации К нам обратился организация МИФАТЕХ Она является, как я уже рассказываю, субъектом МАУ Подпринимательство находится в перечне поддержки субъектов МАУ Имеет преимущественное право на выход данного помещения Поэтому по их заявлению вносится изменения в прогнозный план приватизации На комиссии этот вопрос был рассмотрен Решение по данному вопросу было отложено, так как требует дополнительной доработки Кроме этого, народные избранники утвердили перечень движимого имущества Сеть наружного освещения, предлагаемую к передаче безвозмездно Из собственности ООО «Компания Премьер Инвест» В собственность городского округа Электрогорск К тому обратилась компания «Премьер Инвест» Строить принять муниципальную собственность Что имущество согласно предоставленному перечню Там в основном сеть освещения Тоже вопрос рассматривался на комиссии Поэтому просьба решить его положительно Дальше, естественно, оно будет передано в обслуживание В нашем муниципальном бюджетном учреждении Которое за этими сетями смотрит Важным вопросом повестки стало внесение изменений В решение Совета депутатов Об утверждении положения о муниципальной службе В органах местного самоуправления городского округа На основании внесенных изменений 5 декабря 2022 года Федеральный закон о муниципальной службе В Российской Федерации Сегодня предлагает совмести изменения В положении о муниципальной службе В органах местного самоуправления Городского округа электрогорсов Московской области Значит, первое В статье 9 ограничения, связанные с муниципальной службой Пункт 9.1 Гражданин не может быть принят на муниципальную службу А муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе В случае и дополнить пунктом 12 Приобретение им статуса иностранного агента И в статью 17 Основание для расторжения трудового договора Пункт 17.1 Помимо оснований для расторжения трудового договора Предусмотрен трудовым кодексом Российской Федерации Трудовой договор с муниципальным служащим Может быть также расторгнут По инициативе представителя-анимателя работодателя В случае дополнить пунктом 4 Приобретение муниципальным служащим статуса иностранного агента То, что иностранный агент я уже читала на комиссии И реестр ведет Министерство юстиции Российской Федерации Они уведомляют физическое лицо И, надеюсь, уведомлять будут работодатели В ходе заседания депутаты приняли решение О награждении почетными грамотами работников Проявляющих активную жизненную позицию И эффективную работу по оказанию помощи Участникам СВО и членам их семей Люди, которых мы награждаем Они действительно активно помогают военнослужащим Находящимся в зоне специальной военной операции Семьям, которые остались в городе И среди награжденных также есть у нас Слава Михайловна Зайкина Которая добросовестно выполняет свои служебные обязанности В непростой эпидемиологической обстановке Также мы ее награждаем И по предложению Николая Александровича Самоотверженное отношение к работе Также включено в формулировку награждения Поэтому предлагаю проголосовать за награждения Громками Гороховых Николая Александровича Горохова, Слава Алексеевна Муравьевых Александровича И Достося Алексеевна Черналовых Егор Николаевич И Елена Андреевна Белыч Васильевича И Елена Анатольевна И Слава Михайловна Зайкина Утвердили план работы Совета депутатов На первый и второй квартал 2023 года Внесли изменения и дополнения В решении Совета Об утверждении правил благоустройства Территории городского округа В заключительной части заседания Депутаты рассмотрели два важных вопроса Утверждение размера платы За содержание жилого помещения В зависимости от уровня благоустройства Многоквартирного дома Утвердить без изменения Размер платы Который был принят В 2018 году Это связано с тем, что Было внесено изменение В распоряжение Министерства Женщик и коммунального хозяйства 255 РВ от 31 октября 2015 года Форму по утверждению Размера платы Все остальное Плата осталась без изменений Итоговым вопросом стало Установление размера платы За пользование жилым помещением Утвердить с 1 января 2023 года Размер платы В размере 14 рублей Для всех видов квартирных домов Вне зависимости от вида благоустройства Это связано с тем, что Увеличен размер платы За капитальный ремонт Большинство вопросов Носило технический характер Все они были подробно рассмотрены Депутатами на совместном заседании Комиссии накануне Поэтому на совете были выполнены Необходимые формальности Депутаты проголосовали за проекты решений Озвученные председателем Александром Алавиевым Каких-либо обсуждений, уточнений И вопросов практически не было Все решения были приняты единогласно И о погоде на выходные В ближайшие ночи ожидается около 0 градусов Субботний день будет пасмурным и сырым С небольшими осадками Температура воздуха составит Минус 1, плюс 1 градус В воскресенье в регионе ожидается похолодание А в последующие дни придет Настоящая морозная погода Дневные и ночные температурные значения Составят от минус 1 до минус 6 градусов На этом у меня все новости на сегодня Желаю вам прекрасных выходных В студии была Ольга Костина До встречи на канале ТВЛ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА